Друзья, всех приветствую на торговой сессии пятницы. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также повторяю, что в описании к этому ролику вы можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс с торговыми идеями, в котором каждый день мы размещаем дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Ну что ж, сегодня мы подводим итоги выхода данных по инфляции и влияния этого счета на финансовые рынки. Вчера вышел релиз по индексу потребительских цен и базовой инфляции. Это важнейшая статистика для рынка, потому что эта статистика, которая является определяющей дальнейший вектор американской денежно-кредитной политики и того, как американский регулятор будет корректировать, менять ключевую процентную ставку. Что касается самой статистики, индекс потребительских цен, то есть основная инфляция снизилась с 7,1% до 6,5%, базовая инфляция скорректировалась с 6 до 5,7% полностью в соответствии с прогнозами. Что это значит, друзья? Снижение инфляции третий месяц подряд, если делать акцент на базовый индекс потребительских цен, не учитывающий цен на продовольственные товары и цены на энергоносители, свидетельствует о том, что американскому регулятору было бы целесообразно и уместно еще больше замедлить темп повышения ключевой процентной ставки. Но отмечу, что еще до выхода отчета по инфляции 80% вероятности была того, что ставку повысит на 25 байсных пунктов на заседании в феврале. То есть мы даже не сомневались в том, что этот шаг будет сделан и скорее всего вот в таком масштабе. Сейчас после выхода данных по инфляции очевидно, что ставку действительно поднимут не на 50 байсных пунктов, как это было месяц назад, а на 25 байсных пунктов с 4,5% до 4,75%. После чего в марте будет еще одно заседание и ставку повысит скорее всего также снова на 25 байсных пунктов и доведут ее до верхнего уровня или, скажем так, пограничной территории того диапазона ставки, при которой ее можно будет называть ограничивающей и сдерживающей потребительскую активность, впоследствии тормозящей дальнейший рост индекса потребительских цен. Если говорить системно, произошли ли какие-то изменения в монетарной политике американского регулятора? Нет. Она остается жесткой. Напомню, что на каждом из последних трех-четырех заседаний американский регулятор повторяет, что уместно сохранять жесткую монетарную политику. Ни один из голосующих членов Федрезерва не поддерживает идею того, что ставка необходимо смягчать. И не забывайте, что когда ставка достигнет пиковых значений, это не значит, что буквально после этого через одно заседание или на следующем заседании американский регулятор начнет снижать ключевую процентную ставку. Нет. Она останется на высоком уровне в течение длительного периода времени. Индекс доллара. Немного расстраивать свою динамику, конечно же, это так. Но можно обозначить индекс доллара как слабое звено нашего инвестиционного портфеля, но такой актив он всегда есть, особенно если торговля этим инструментом основана на конкретной принципиальной позиции. Эта принципиальная позиция, на мой взгляд, легко объяснима с точки зрения фундаментального фона, покупать доллар, когда ставка растет, продавать, когда она снижается. И поскольку я только что сказал, что мы ждем с вами февральское и мартовское заседание, когда ставка будет снова повышена в совокупности минимум на 50 базисных пунктов, я думаю, что индекс доллара не будет давать возможности вот так вот всем безоткатно шортить себя и толкать уже к совсем психологической планке 100 пунктов и ниже. Я полагаю, собственно, как и раньше, что индекс доллара может выбраться на локальные максимумы. Что касается других финансовых инструментов, за которыми мы следили, на которые делали большую ставку, они, конечно же, нас вчера порадовали, друзья. Золото 1896 долларов за твой спонсию сейчас, максимум был 1940. То есть наша ближайшая цель была на отметке 1900. Мы ждали теста психологического сопротивления, но цель максимума, она еще не выполнена, потому что я по-прежнему уверен, что до конца текущей торговой сессии золото на волне вчерашнего успеха и сохраняющемся оптимизме может прорваться в районе 1920 долларов за унцию. Тем более, что индекс настроений по-прежнему вопит о том, что толпа в продажах, идем против толпы. Надеюсь, вы уже уловили правильные нотки потенциальных мотивационных действий для вас о том, что нужно и необходимо делать с этим инструментом, делая акцент на рыночное позиционирование. Длинные позиции в приоритете. Я думаю, что золото в какой-то период времени, пока не произойдет изменение расстановки сил, будет раздавать деньги, друзья, и их нужно подбирать с этого рынка. Европейская валюта против доллара. Мы очень долго этим инструментом не торговали, в евро не лезли, потому что обращали больше внимания на индекс доллара. Но вчера попробовали по факту выхода данных по инфляции все-таки поспекулировать и этим дуэтом финансовых активов. И попытка оказалась очень даже неплохой. У нас цель была 1000, точнее 1,0820. Разумеется, эту цель мы сделали, а сейчас котировки 1,0841. Я, опять же, напоминаю, что сделка была только в расчете на реакцию евро после выхода новости. Сейчас считаю, что нецелесообразно прям так уверенно держать эти ланги дальше, особенно с учетом того, что евро против доллара котируется на многомесячных максимумах. Доллар иена 129,20. Здесь программа максимум выполнена. Мы хотели увидеть тест поддержки 130 иен за доллар. Сейчас существенно ниже. Когда я готовил прогноз квартальный на первый квартал 2023 года, я рассчитывал, что вот где-то рядом с этими значениями пара доллар-иена окажется уже ближе к марту. Но не думал, что это произойдет в ближайшие 12 дней января. Но есть то, что есть. И прекрасно, друзья. Шортим пару дальше. Я думаю, что каких-либо препятствий для дальнейшего снижения нет. Ориентир 125. И главный аргумент, почему доллар и иена нужно продавать, это все тот же контраст монетарных политик. Только раньше этот контраст мы с вами использовали иным образом. Мы следили за жесткой монетарной политикой американского регулятора и сверхмяккой политикой Банка Японии. Сейчас ситуация меняется. ФРС отказывается от жесткой монетарной политики, хоть ее и проводит. Но очевидно, что через какой-то период времени ставки уже не будут расти и потом пойдут на спад. А вот Банк Японии радикально меняет свою политику от мягкого режима к жесткому. Первый прецедент расширения доходности колебаний национальных облигаций. И теперь нужно дождаться повышения ключевой процентной ставки. Это неизбежно на фоне последнего роста инфляции. Тоже крайне однозначная предсказуемая сделка, которую просто нужно держать в портфеле и ждать, пока она принесет еще больше профита. Доллар канадец тоже снижение в соответствии с нашим прогнозом, но еще не наша цель. 1.32 она все еще актуальна. Текущие котировки 1.3384. Были вопросы по поводу рынка нефти. Сейчас котировки 83.65. Я по-прежнему не рекомендую залазить в этот актив, потому что фон неоднозначный. Те, кто наблюдает за ростом и легко его якобы может объяснить, конечно же сейчас говорят о отмене ковидных ограничений. В Китае открытие границ, расчете на взрывной рост туристического потока во время празднования китайского лунного нового года. Но здесь есть тут же негативный фактор. Это ковидная обстановка тяжелая, по-прежнему тяжелая. Значительный рост количества заболевших. Еще один набор позитивных факторов – это Россия и связанные с вступившими в силу ограничения на поставку российской нефти и нефтепродуктов. Кстати говоря, 5 февраля вступит эмбарго на поставку нефтепродуктов из России. Мы сейчас видим то, что российским поставщикам все труднее конкурировать с ближневосточными. И стоимость фракта танкеров из западных российских портов просто досил каких-то немыслимых уровней. Я в конечном счете ожидаю, что все это проведет к кризису. Предложение станет причиной роста цен на нефть. Но вот этот фон позитивный, он нейтрализуется значительным ростом запасов нефти США. Ну, возможно, вследствие арктического шторма Эллиотта, который бушевал в Штатах несколько недель назад. Неоднозначный новостной фон и трудно выцепить что-то действительно стоящее, на что можно было бы поставить в долгосрок. Поэтому я рекомендую пока нефти не добавлять в портфель. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока!